Я думаю, что каждый пишущий может называться поэтом, поэтому меня это вдохновило прочитать первое чехотворение, именно на эту тему. Оно называется у меня поэтой и дилетантой. Нам не дано при жизни знать, Кого потомки назовут талантом, Ведь только время не печать Поэтов отделит от дилетантов. Лишь классика способна жить, Годами проверяется на прочность, И как связующая нить В границе застывает твердой строчкой, В творцах нередко велики, Амбиции почти до патологии, Порой чести вопреки Любые обиваются пороги, Задав банальную строку, Приняв и на песочном виде стале, Став на виду и на суху, Считают гениальным доказанием, Но у таланта есть черта. Поэты, поцелованные Богом, Скромные поэтизам суета, Они живут в сомнениях до гроба, Им Бог тем не за чем бить груз, Себя и горло разбирать от клика, Их после жизни кто любит, На полку классиком Поставит тихо. Мраво! Хочу сказать, что я очень классно. Это сих порение полюбила Виталия Верушкина, Его все, наверное, не знают, Поэтому я посмертно посвятила этот вид. Ну, а второе сих порение после этого Не могу не прочитать посвящение Ахматовой, Поскольку здесь и дух ее витает, И даже эта стихия ее тут на столах, И покрытый столы, Таким, можно сказать, шалью, Что она очень любила шалью, Для этого, потому что все это не случайно. Бесценный дар серебряного века Прошел сквозь грань непризнанных побед, Ахматова поэта и поэтов Звездой зажглась в период на много лет, Талантом, наделенной от Бога, И вместе с тем трагичной судьбой Она была с инзурой неугодна, Без компромиссности и реприматуры, Пройдя все муки, казни, пыток, ссылок, Своих родных и близких и друзей, Незугов жаднодышащих задылок, Всех, что стояло в череде смертей, Скитаясь вечно по чужим квартирам, В деньгах погнав предельную нужду, Она жила одной и только лирой, Трудясь почти за мидерную нужду. Друзей, как и завистников, хватало, Хотя и одиночество порой В своих тисках нещадно зажмало. Когда-то отрекался кто-то свой, Но преисполненный достоинством и честью Всегда походка из благородной шла, В простом обличье уживались вместе Дух сам и с величием ума. Капец, и худка, что уже немало, Как в землю смерти уступив, легла, Но кажется, что бросит взгляд усталый, Накинет шаль и сядет по окнах, Сойдет картины, закаленные маслом, И ночь шедеврами своими озарит, В фонтанном доме, по чудовым трансам, Ее поэзия опять заговорит. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а теперь, наверное, о городе. Вчера мы уже отмечали, День города, поэтому мы с переставили на это дело. Музей на воде. А ванпост европейский в России, Гармоничный во всем Петербург, Вдохновляющая стихия, Величавых дворцов и скульптур, В нем душа мастеров итальянских, Возводивших шедевры в веках, В разных стилях и вариантах Застывало здесь время река. Небеса куполами сцелуя Вдоль гранитных плывя берегов, С бледнецом отражением стыкуясь, Раздвигал он границ и округ. И истории слави богатой, Путевозной согласно звезде, Уникальным сам стал экспонатом А ванта для музея на воде. Без нас. Вечерний город. Петрополь, блестающий златом, Являя собой красоту, В оранжевой дыньке заката Пойду ищем добавлял в пыль. По стуке уставших трамвай, Журчанье артерии не выли, Величественно затихая, Во мраке там улицы не выли. И под неусыпленным обзором Повсюду расставленных львов Без горы подгрузится скоро Гипноз расслабляющих снов. Над ним рассыпну и зажгутся Все звезды вступают в трава, А яркая лунная люстра И лукава принес больших страхов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Рухающих селевых кустов И сочных свежескошенных газонов На поле в высоту взмывающих мостов, Что растворятся в землях небосклонах. И петерорий, бродящий ниву, Романтика пленяет в эту пору. Незабываемой сказкой наяву Становится ночной волшебный город. Атланты, финксы, Скрылими злами львы, Проступят в очертаниях полсвета И не заснут, пока на берегах не выйдут Такие сумасшедшие сюжеты. Браво! Мы здесь такую тему затронули блокаду, Ну, в войне, да, я вот про блокаду прочитаю, Так возьму. Крошки хлеба. Блокады дней затрются в ряд ли памяти, Как имя линга в роду не меняет, И крошки хлеба жгут злобой маме В ее воспоминания воронят. Не зная, что к печали подстригает, Когда их собирает со стола Машины, баржи, те, что растекали По ладошкой дороге зеркала, Чтоб под бомбежек гром, Рискуя жизнью, Доставить пальку хлеба в каждый дом, Или словно усылевшим в буковидну Салазки смертные, скользящие с трудом. И я всегда невально замираю, И душит горло поступивший ком, Когда на кухне маму замечаю Задумчивый зажатый кулакон. Но никуда от памяти не деться, Уж коль она в рефлексы перешла, И боль ее с раненого детства Я с грустью по наследству сприняла. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова